Абдоминальная хирургия Абдомин – это живот, соответственно, хирургия абдоминальная – это операции на органах брюшной полости. Органы брюшной полости – это все, что находится от диафрагмы до малого таза. Соответственно, в брюшной полости находятся все органы пищеварения. Кроме того, мы сознательно к этому относим еще часть органов, которые находятся в забрюшенном пространстве Это почки, поджелудочная железа Кроме того, органы малотаза это матка придатки у женщин, простата у мужчин, мочевой пузырь Так что огромное количество очень жизненно важных нам органов, которые обеспечивают наше спокойное существование Абдоминальная хирургия подразделяется на экстренную хирургию и плановую хирургию Экстренная хирургия, все, наверное, знакомы с этой хирургией Большинство стационаров выполняют операции в экстренном порядке То есть все скоропомощные больницы принимают пациентов Наиболее частыми заболеваниями, и для кого не секрет, это являются острый панкреатит, острый апендицит, острый холецистит Кишечная непроходимость, ущемленные грыжи, кровотечение из язв 12-перстной кишки и желудка Соответственно, вот этот круг заболеваний, который я описал, который возникает неожиданно Вот это, собственно, те пациенты, которые в большинстве случаев пополняют приемные покои и операционные тех больниц, которые занимаются экстренной хирургией брюшной полости Не надо забывать и о травме, которая связана с чрезвычайными происшествиями, катастрофами, которые приводят к повреждению органов брюшной полости, внутрибрюшному кровотечению И без экстренной операции это неминуемая гибель Соответственно, огромное количество пациентов поступает ежедневно в различные больницы И это, наверное, является основным контингентом и больше процентов операций в большинстве клиник общего профиля это экстренные операции Плановые операции, что это такое? Это можно подождать, можно обследовать Это заболевания желудка, заболевания 12-перстной кишки, хронические Заболевания печени, опухоли, метастатические поражения Заболевания тонкой и толстой кишки, опять-таки это опухоли в большинстве случаев В этой ситуации экстренности нет Но если мы не удалим пораженный орган, опухоль будет расти, могут появиться метастазы в других частях тела И пациент, к сожалению, будет бесперспективен для радикального лечения Поэтому плановая хирургия подразумевает коррекцию тех заболеваний, от которых быстро ничего не произойдет Но длительное их существование приведет либо к ухудшению качества жизни, либо к сокращению продолжительности Поэтому плановая хирургия можно подразделить на операции брюшной полости при доброкачественных заболеваниях Что чаще всего делается при доброкачественных болезнях? Это язвная болезнь желудка, 12-перстной кишки Правда, в прошлые годы это значительно больше было этих операций Сейчас появилась медикаментозная терапия, поэтому частота этих операций значительно уменьшилась Опухоли доброкачественные желудочно-кишечного тракта, печени, 12-перстной кишки, желудка, тонкой и толстой кишки Да, они подлежат операции Злокачественные заболевания Одной из основных проблем нашего общества это злокачественные заболевания Еще пока не найдены пути лечения злокачественных заболеваний без операций Да, есть ряд заболеваний, которые полностью излечиваются химиотерапией Но это относится в основном к гематологическим заболеваниям Когда мы говорим об опухолях злокачественных брюшной полости, единственный вариант радикальный – это их удаление Поэтому в большинстве случаев это выполняется в онкологических учреждениях, онкодиспансерах Или в тех учреждениях медицинских, где есть лицензия на онкологическую помощь Потому что онкологическая помощь требует комплексного подхода Помимо операции необходима химиотерапия, лучевая терапия, то есть одного скальпеля не хватает В чем отличие доброкачественных заболеваний от злокачественных? То, что доброкачественные не дают метастазы, редко прогрессируют Злокачественные – одна из причин, почему мы активно относимся к ней Они склонны к рецидивированию, они склонны к метастазированию, то есть отсева опухоли в другие органы Поэтому сейчас направление научных исследований – это поиск эффективных препаратов для стабилизации Или регресса из лечения этих опухолей в сочетании с хирургическим лечением Поэтому одной операции не хватает, поэтому дополняет химиотерапию, лучевой терапию, химио-лучевой терапию То есть комбинированные методы лечения Если говорить о специализации в рамках абдоминальной хирургии, то есть органов брюшной полости То в последнее время наблюдается узкая специализация даже в пределах брюшной полости В частности, хирурги печени, поджелудочной железы и желчных путей требуют специальной подготовки И это называется хирурги-гепатологи, гепатопанкреатобилиарной хирурги Хирурги, которые выполняют операцию на желудке, пищеводе, кишечнике, называются хирургами-гастроэнтерологами Те врачи, которые занимаются операциями на толстой кишке и прямой кишке, называют колопрактологами И каждая эта профессия очень серьезная и требует очень больших навыков серьезных Поэтому их выделяют в рамках абдоминальной хирургии Сейчас уже быть универсальным хирургом все тяжелее и тяжелее Да, в экстренной хирургии у нас нет другого выхода Нужно, когда повреждены многие органы или экстренная ситуация, оперировать все Но когда мы говорим о сложных заболеваниях, онкологических или доброкачественных поражениях органов брюшной полости То в зависимости от их локализации сейчас очень четко специализируются все, кто занимается тем или иным разделом абдоминальной хирургии Абдоминальная хирургия достаточно молодая хирургия Потому что она связана с введением наркоза С пониманием, что такое инфекционный процесс после операции Поэтому выполнять операции на органы брюшной полости, то есть полостная хирургия, стали только во второй половине XIX века Почему? Потому что именно в конце первой половины XIX века, в 1948 году известный стоматолог американский Мортон предложил использовать эфирный наркоз С помощью эфира погружался в медикаментозный сон пациент И под таким вот эфирным наркозом, то есть отключение сознания и болевой чувствительности появилась возможность выполнять операции на таких сложно доступных областях До этого никто не мог прикоснуться к брюшной полости, поэтому операции выполнялись в историческом плане на конечностях Да, спорадические операции, то есть случайные операции, но это даже нельзя было назвать операцией Понятно, боевая травма, поле сражения, передняя брюшная стенка ранена, кишки наружу и так далее Что делали тогда? Погружали все это внутрь И если везло пациенту и не было повреждения проникающих внутренних органов и внутребрюшного окручения, некоторые из них выживали А так стопроцентная летальность, то есть все умирали Вплоть до того, пока хирурги не научились каким-то образом обезболивать человека, да, а это появилось именно в середине 19 века возможность И уже смело можно было в условиях наркоза внедряться в брюшную полость, зашивать раны Поэтому первые операции, если говорить, например, о операциях на печени, так считают, начались в 1871 году Когда на поле боя такой немецкий военно-полевой хирург Брунс впервые зашил, ну в палатке, естественно, зашил рану печени И пациент, ну раненый боец выжил Это как бы первое упоминание письменное о операции на печени Ну, собственно говоря, к концу, в конце 19 века появились операции на желудке Всем известны такие фамилии, как Беллерот, Ру, Кохер Потому что мы до сих пор выполняем операции под их именами Например, резекция желудка, Пебеллерот-1, Пебеллерот-2 Или из-за резекции кишки, изолированная петля кишки, Пуру Маневр Кохера То есть многие методики, которые до сих пор используются во всем мире Называются фамилиями тех хирургов, которые в конце 19 века, начале 20 предложили те или иные операции Они бы никогда этого не смогли сделать, если бы не было наркоза Кроме того, внедрение асептики-антисептики То есть обеззараживание инструментов и операционного поля Который Листер, английский ученый, хирург, ввел в конце 19 века С помощью карболовой кислоты, это яд, будем так говорить Но тогда это спасло сотни жизней Потому что до этого хирурги ничто не обеззараживали Считали, что чем грязней подол хирурга и его сюртук хирургический, тем он более опытный И много пациентов погибало именно от инфекции внутрибольничной От так называемой лихорадки госпитальной Ничто иное, как инфекция Очень большое значение было открытие антибиотика пенициллина флемингом Потому что использование антибиотиков позволило В 1943 году американцы начали использовать антибиотик впервые на поле боя Сотни тысяч пострадавших были спасены только с помощью антибиотика Именно при ранениях органов брюшной полости И, конечно, без параллельных открытий хирургия не могла бы развиваться Поэтому достижение в других областях позволило сейчас широко развить кардиохирургию Потому что появились аппараты искусственного кровоощения в 50-х годах Открытие в области иммунологии и переживаемости ткани позволило развиваться успешно Трансплантологии Нейрохирургия сейчас на очень высоком уровне Потому что, опять-таки, знание в области нейрофизиологии Обезболивание во время операции на головном мозге Позволило сейчас выполнять просто уникальные операции По удалению опухолей из совершенно иногда малодоступных зон Кроме того, сейчас все шире внедряются минимально инвазивные технологии Что это такое? Это выполнение больших операций, но не из небольших доступов С использованием видеохирургии Лапароскопии, роботизированной хирургии То есть нередко, если говорить о роботизированной хирургии Хирург сидит вне операционного поля, за консолью В виде 3D он видит операционное поле И может абсолютно прецизионно, то есть с большой точностью Выполнять хирургические вмешательства на расстоянии То есть теоретически можно из другого города выполнять эти операции Таким образом, перспективы сейчас абдоминальной хирургии Они очень интересны Они связаны прежде всего с внедрением новых технологий И минимально инвазивных, когда позволяет эта методика Из небольших доступов удалять большие части Которые до этого требовали больших доступов С большим увеличением Соответственно, с меньшим количеством осложнений Это быстрая реабилитация пациентов после операции И быстрое включение в общественный процесс после, казалось бы, таких сложных операций Как резекция печени, удаление желудочной железы Я уж не говорю о других операциях Например, на пищеводе, желудке и прочее Таким образом, открытие в смежных областях Научные достижения в других областях Физики, физики низких температур, высоких температур Роботизированной техники На анестезиологии, ренематологии Фармакологии позволяют хирургии, в частности, абдоминальной Достигать больших высот И добиваться эффекта в тех случаях Когда, допустим, несколько лет назад Невозможно было добиться эффективного лечения того или иного заболевания Редактор субтитров А.Семкин